Взгляды, контакты, прикосновения, убеждения. Наш собеседник — это наше зеркало. Мир — это тот, чем являешься ты сам. Талантливые выпускники Казахстанской медиа-академии общаются с интересными людьми. В программе «Искусство интервью» с понедельника по пятницу в 7.05 и 19.05 на телеканале Музлайф. Всем привет! С вами Катя Кейна. И сегодняшняя тема — записки россиянки в Казахстане. Кати Кейна — блок записки россиянки в Казахстане. Ведущая прогноза погоды на телеканале «Магия кухни». Ведущий интервьюер, актриса кино и телевидения. Резидент Казахстанской медиа-академии. Сегодня мы узнаем, что нужно сделать для того, чтобы попасть в самую популярную группу страны. Сегодняшняя гостья — солистка одной из самых популярных, самых нашумевших групп «Домино» — Шалпан Бесенова. Здравствуйте, Шалпан. Здравствуйте. Вы отлично сегодня выглядите. Спасибо огромное. Вы тоже. Шалпан Бесенова — певица, солистка группы «Домино». И первый вопрос, который я хочу вам задать. Мы знаем, что ваша группа была создана в 2005 году. Верно. Да. По телепроекту «Империя звезд». Расскажите, как вы туда попали? На сцене я пою очень долго, уже очень давно. Но на моем профессиональном пути, на творческом пути, у меня была такая вокалистка Бага Мухиденова. Она сейчас является музыкальным продюсером группы «Кешью». И работает со многими-многими нашими артистами. И вот она на тот момент была моим вокалистом. И она говорит, скоро начнется проект «Империя звезд». Хочет попытать свои силы. Ну и, конечно, мне тогда, в то время, как молодой, такой очень шустрый, многого я хотела на тот период. Ну, молодая, столько там энергии во мне. Я говорю, ну, конечно, хочу попробовать. И она говорит, ну, давай, испытай свои силы, приходи на кастинг. Я, в общем, пошла на кастинг, и меня приняли. То есть, видимо, мои критерии подошли. И вокальные, видимо, я понравилась, им было интересно. И внешние им понравилось. И меня взяли на этот проект. И мы как бы выход с этой школы. У нас было порядком 12-13 участников. Девочки были, две девушки были из Ташкента, из Узбекистана. И все остальные были отсюда. Одна из них была Аша Матай, сейчас телеведущая. Может быть, все знаете. Потом вот Антон Закир, который в последующем стали моими коллегами по группе. Джамбо Хан. Она сейчас тоже ведет множество передач. И вот мы как бы выход с этой школы. Закир, Антон и я были победителями этого проекта. Этот проект транслировался по телевизору. Мы там обучались танцами, танцам, вокалу, актерскому мастерству. Ну и как бы за нас, за нами наблюдал народ. Эта передача транслировалась по телевизору. Из нас голосовали. Вот. И мы набрали самое наибольшее количество голосов. И из нас продюсер Марлен собрал группу. Это был 2005 год. Мы также знаем, что вы начинали изначально как сольная певица. Но в дальнейшем вы, получается, в группе пели. Скажите, сложно петь в группе или сложнее петь как отдельный артист? Вы знаете, я думаю, что и в сольном исполнении, и в командном есть свои сложности. Наверное, ну так как я была маленькая, мне все равно большая публика, сцена. Да, я когда пела сольно, я переживала, я боялась. Но когда ты выходишь из коллектива на сцену, ты понимаешь, что ни на тебя, ни на одну все внимание зациклено. То есть нас было на трое. И ты думаешь, на троих смотрят, и как будто бы не так страшно. Но тяжело петь, мне кажется, на самом деле. И в группе и сольно тяжело. Но так как у тебя есть поддержка в группе, ты как-то, наверное, немножко легче считаешь все-таки коллектив. И поэтому, ну сложности, я говорю, есть и там, и там. И не могу сказать, что где-то там 100% легче здесь. В каждом деле есть свои трудности. Но попев сольно и придя в группу, я поняла, что как будто бы для меня показалось, что в группе легче. Ну потому что в основном как бы вся ответственность ложится на вас в троих. И в какой-то момент можно... Да, верно, я с вами согласна. А потом еще в коллективе со мной два парня. Ну вы понимаете, что большинство фанаток, это женская половина. Вот, и как-то вот у парней фанатки, потому что парни, они больше сдержанней, как-то себя ведут. Сдержанней вообще в целом. И как-то внимание больше как-то вот на парнях, наверное, было. И поэтому легче как будто в коллективе на самом деле. Мы также знаем, что вы сейчас молодая мама, у вас сын, ему три с половиной года. И бывает же такое, что вы устаете от семьи. Несомненно. Вот, и скажите, пожалуйста, как вы отдыхаете? Есть ли у вас какие-то хобби? Хобби на данный момент нет. Вот я последние, не знаю, полгода, может быть, чуть больше, но меньше года, но больше полугода, наверное, как будто потеряла себя, знаете. Вот, и думаю, то есть я не буду петь, чем я себя займу. И вот на самом деле на этот вопрос я сама себе конкретно точно не могу ответить, потому что не знаю, вот запуталась, я не знаю, чего я хочу. По образованию я. У меня вообще образование экономическое, оно вот никак не совпадает с моим творчеством как-то. Я как-то, как диплом у меня лежит на полочке, пылится, так он и пылится. Я никогда не работала по своему, ну, по учебе, по диплому. Диплом, в принципе, пока нигде не пригодился. Вот я сколько себя помню, пою всю жизнь. И я вот даже не знаю, интересно, если я перестану пить, чем я буду заниматься, знаете, вот мне надо все такой вопрос задаю. И вот, не знаю, честно. Нужно подумать. Вот, ну, наверное, нам на сегодняшний день, наверное, очень удобно и, наверное, прибыльно иметь какой-то свой бизнес, наверное. Если я перестану петь, наверное, может быть, какой-нибудь бизнес, может быть, что-то, что-нибудь, какой-то ресторанный бизнес, не знаю. Или, может быть, какой-нибудь ивент, агентство, что-то такое, может быть, во мне загорится. Мы надеемся, что вы будете петь и радовать нас. Надеюсь. Надеюсь, желание Пети меня не покидает. А давайте с вами поиграем в игру. Игра называется «Не суразиться». Я вам задаю вопрос, и вы должны на него быстро ответить, но нелогично. Что делать после вторника? Юбку. Первое слово вашего сына? Мама. На самом деле, сын первое слово назвал не мама, он назвал папа. Папа? Да, он сказал папа. Вам не было обидно? Нет, потому что папа, он есть папа, но не все дети одинаковые, не все произносят первым словом «мама». Почему бы и не папа? Почему в Казахстане люди любят опаздывать? Такое ощущение, что просто не принято якобы приходить вовремя. Большинство, на самом деле, опаздываний касательно казахов. У меня вот есть другой нации друзья, и корейцы, и русские, и татары, и всякие другие нации. И вот любители опаздывают казахи. А вы никогда не опаздали? Вы знаете, я стала опаздывать, как вышла замуж. Ну, естественно, у меня появилось очень много обязательств, которые я должна выполнить дома, перед семьей, перед мужем, перед свекровью. У меня даже коллега по группе Закиры говорит, Шопа, вот когда ты не была замужем, ты всегда приходила заранее. Я лучше не опаздываю, лучше я приду пораньше, но я не опоздаю. А сейчас, чтобы не опоздать, у меня это не получается. Я вот как бы и не старалась, я все равно опаздываю. Он говорит, ну ты же в аэропорт не опаздываешь, говорит. Ну да, вы один раз очень сильно опоздали, когда случилась очень страшная история с вами, вы попали под машину. Да, это был 2005 год, я как раз окончила 10 класс, должна была идти в 11. Это было 10 августа, был теплый летний день, когда я возвращалась. Мы гуляли с подружкой, и мама мне в 10-м часу звонит, говорит, Шопана, когда домой придешь? Я говорю, мам, все, я уже заканчиваю, вот уже подъезжаю. Тем более, я была недалеко от дома. Приехала на такси, и меня такси немножко, получается, увез от пешехода, и мне было лень возвращаться до него. Я стала переходить дорогу и стояла на родительной полосе сплошной. Ждала пока там двухстороннее движение. Одну сторону прошла, стояла на полосе, ждала пока другая сторона проедет. И тем самым на меня наезжает парень, и эти полосы сбивает меня. Это вот мы уже когда выпустили клип «Ай и май», меня сбивает машина. Я чуть ли не при смерти, в шоком состоянии попадаю в больницу. Но спасибо Всевышнему, я этот день, это я, все говорят, этот день, когда Шопан заново родилась. Давайте поговорим про вашего ребенка. Я вычитала такой факт, что когда вы родили ребенка, вы очень сильно его боялись. Вообще, я думаю, что я буду такой мамой, ну как бы, наверное, все мамы всемогущие, которые все могут, которые все терпят, которые, ну вот, мама это вот, не знаю, пока я сама не стала мамой, я, оказывается, до конца не понимала, что за ложные слова «мама». А когда я ее и стала, я вообще, я, 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 я всегда говорила, я преклоняюсь перед теми матерями, это вообще, это, это, это такое счастье. Я даже вот помню в интервью, когда я родила, там столько телеканалов, СМИ брали у меня интервью по поводу, вот, ну вот, выстали мамы, поздравляем. И мне охота была, без конца плакать постоянно, вот не знаю, я стала такой сентиментальной. И вот это вот появление моего сына. И вообще, я не знаю, и сейчас я стала вообще, я, я, я и так очень любила свою мать, да, и вообще каждый ребенок свою мать, наверное, обожает больше всех на свете. Но когда я стала мамой, я все время, мне охота была находиться со своей мамой рядом. Я стала ценить всех мам. Я вообще думаю, женщины это вообще, это вот, мужчинам этого не понять. Вот папа он папа, а вот мама это другое. Я все время хотела быть сыном, но я боялась. Я боялась, что я с ним не справлюсь, что я не смогу. А потом дети, они когда маленькие, ну, я сама была неспокойная. И, видимо, моя вот это вот, вот это мое, я просто так боялась. Постоянно мне какой-то какой-то страх был. Я, наверное, это передавала своему ребенку, и тем самым он был очень неспокойный. И я вместе с ним плакала. Он ревет, и я с ним реву. Мне мама говорит, дочь, а ты что, говорит, я не думала, что моя дочь будет такой, говорит, ну, неряхай. Ты что, говорит, ну, ребенок плачет, ну, прижми ты его груди, покачай. Там, не знаю, может, у него лицо чешется, личико почеши ему, животик ему погладь, не знаю. Так возьми, так возьми, как-то переп... ну, попробуй там разные способы. И я такая, вдруг мама, он не перестает, он все равно плачет. Я ему почесала и носик, и лицо, там и грудь дала, и все, не знаю, говорит, плачет. Мама такая, ну, доча. И она была очень удивлена тому, что я на тот момент была такой вот, не мамой, скажем. Да, у меня материнский инстинкт, у меня какой-то, он у меня очень долго, знаете, перерабатывался, обрабатывался. Я не знаю, как, на самом деле, очень долго он. А сейчас я считаю, что я такая мама, вообще, прям, не знаю, с такой советской закалки, как мама моя говорит. И вот сейчас я уже вот понимаю, что вот сейчас я готова, да. Оказывается, вот когда я считала, что я готова, тогда я была еще не готова. А вы можете рассказать, как вы познакомились со своим мужем? Да, у нас общая знакомая, как бы его названная сестренка, моя подружка близкая. В один летний день мы с ней, я была дома, она говорит, давай я с тобой заеду погуляем. Я тебе, говорит, заберу, заберу, говорит, на машине. И куда-нибудь, может, в горы поднимемся, не знаю, там, покатаемся где-то. Я говорю, ну, давай, и она меня забрала. Она у меня такая шустрая, зато у меня тогда тоже, у нее не было парня, она, ну, молодая. И она едет, у нее музыка из машины кричит, она там как-то руки из окон вытаскивает, там, ручки чуть ли не ногой держит, там, такая смеется, улыбается. И я сижу такая на инструкцию, я говорю, Мадина ее зовут, кстати. Я говорю, Мадин, говорит, ты так себя ведешь, говорит, перестань. Она говорит, ой, говорит, расслабься, типа, давай, 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 давай шуметь, давай к мальчикам, говорит. Давай с мальчиками знакомиться. Я говорю, да, говорю, сейчас такие парни, говорю, все пошли, говорю, не хочу, говорю, неохота. Я говорю, охота влюбиться. Она говорит, я тебя умоляю, типа, так, типа, рано еще влюбляться, надо гулять. Я говорю, нет, я хочу серьезных отношений. Она говорит, серьезных отношений сейчас, ну, якобы, нет нормальных парней, типа, надо тусоваться, надо, 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 короче, гнать, какого-то сигналы. И как-то мы с ним вот так вот ехали-ехали. Я говорю, ты знаешь, я хочу влюбиться, говорю, хочу с нормальным парнем познакомиться. Она говорит, нет таких парней, и смеется. А потом погуляли, покатались, покушали, провели хорошо вместе время. Я говорю, хотя слушай, у меня есть друг один, зовут его Мирас. Он тоже просил меня познакомить с какой-нибудь девушкой серьезной. Я говорю, да, ну давай, познакомим. Показала фотки, я говорю, ну такая, ничего, такой парень, ну давай. Она говорит, тогда я ему дам твой номер. Я говорю, все, хорошо. А потом через день-два я улетаю на гастроли, она ему передает мой номер и говорит, у него, говорит, такой-то номер пятерки в конце, якобы телефон. Я говорю, все, хорошо, собираюсь на концерте, крашусь, помню, и звонит его номер. Я увидела эти пятерки на концерте, такая, и так, такая, алло. Он говорит, до сих пор помню твой голос, говорит, это, говорит, пипец, будто там, не знаю. Это, говорит, вообще нужно же было, говорит, так, прям, алло, говорит, я там чуть-чуть, не вот честно, не засмеялся, на той стороне провода, говорит, это был такой голос, говорит, пай, девочки, говорит, там, алло, говорит. И вот так мы с ним познакомились. Он говорит, давайте, готово прилететь, я вас встречу. Он говорит, давайте, он меня встретил, пригласил на ужин. Вот так вот завязалось наше знакомство. И вот мы начали общаться, все ближе, ближе, ближе. Там он очень красиво за мной ухаживал. Каждый день цветы, рестораны, кино, вип-залы вот эти. В общем, очень красиво за мной ухаживал. И знаете, он был единственный из парней, который, мы две или три недели так ходили за ручку, держались. Ну там не было каких-то там наглых, каких-нибудь там, не знаю, кто пытался обнять, поцеловать. Или какие-нибудь там слова какие-нибудь там. Как девушка могла бы сказать, о, типа, ужас какой, наглый там. То есть он очень так следил за тем, что он говорит, за своей речью. Он мне очень понравился своей воспитанностью. Он там со мной на вы, на вы, так руку подавал. Ну как бы в наше время, мне кажется, это такая редкость. И вот он меня привлек своими вот этими вот красивыми ухаживаниями, да, за мной. Постоянно приезжал на чисто вымытой машине, которая чуть ли не скрипела там вот, когда ты-ты-тык потрешь ее, знаете, как после фейри посуду помоешь. Был всегда выглажен, одет красиво. Он для меня сейчас самый красивый мужчина на земле. Но я вот много кому говорю, вообще-то типаж не тот, не мой. Просто оказывается, оказывается, можно, типаж может быть не тем, но если вот отношение человека понравилось, то знаете, тогда и внешне он уже становится, да, все, это мой типаж. То есть вот. И вот так вот мне он очень привлек, очень понравился. И вот так у нас потом болтовня по телефону каждый раз перед сном, спокойной ночи, там, доброе утро. И вот так мы с ним года полтора-два дружили, и потом женились. В клипе «Лови дыхание» вы в самом начале задаете вопрос Захиру. Зак, а что будет дальше? Расскажите, а что будет дальше у вас? Я не знаю, к чему он подвел этот вопрос, но это как раз, по-моему, период такой был, когда мы перестали работать с нашим продюсером, и продюсером стал Закир. Он стал занимать место продюсера. И якобы я ему, Закир, а что дальше? И он такой, типа, работаем, будем удивлять. Ну и потом уже идет его такая деятельность в качестве продюсера. И тем самым хотел бы сказать, что мы есть, мы работаем. Потому что многие на этот момент думали, что Домино пропали, распались. Говорят, работаем. И как бы, ну что мы еще, типа, якобы вас удивим. И мы сейчас работаете так же? Работаем, да, но в этом клипе есть еще Ахмед, солист наш. На данный момент мы сейчас два человека, Закир и я. Вот группу Домино представляем, мы двое. Вы планируете на большую сцену выходить или так же? Вообще, вы знаете, мне кажется, на большую сцену, это вот, ну что-то, типа, вы думаете, Россия. Нет, нет, здесь, в Казахстане, просто для общества, для большинства людей, а не для... Да, конечно, да, в планах есть, мы сейчас просто думаем, и как бы ищем, мы сейчас в поисках песни, такой, чтобы она вот там понравилась, мы снимем хороший клип. И, естественно, большая сцена, она всегда в мыслях, мы всегда как бы хотим выйти на нее. И есть в задуманном, вообще есть, хотим. Я надеюсь, что у вас все получится. Спасибо. Выйдите на большую сцену здесь, еще нам всем покажете. Спасибо большое. С вами была Катя Кейна, и это было искусство интервью Казахстанской медиа-академии. В гостях у меня была солистка группы Домино Шалпан Бесенова. И помните, если вы чего-то сильно захотите, то вся вселенная будет вам в этом сопутствовать. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»